Валерий Седов Сегодня в Рио губернатора Павел Малков на правительстве представил своего первого зама. Артем Бранов из Саратова. Ранее работал начальником управления делами Росстата. А как известно, именно эту структуру возглавлял Павел Малков до назначения в Рязанскую область. На постовицу губернатора Артем Бранов сменил Анну Рослякову. О том, каким будет функционал новичка и приоритетах в работе правительства, расскажем далее. Перфекционист. Так емко представил своего первого зама Павел Малков. Возможности Артема Бранова ему хорошо известны. Новый вице-губернатор был в его подчинении в Росстате. Поэтому беречь по функционалу своего земляка Павел Малков не стал. Доверил самое важное. Когда работал МФЦ в регионе, сеть его через полтора года стала лучшим МФЦ страны и выиграла конкурс. Артем Анатольевич, надо сразу включаться. Вникать придется в большое количество вопросов. Приоритеты мы вчера подробно уже обсудили. Темы самые сложные. От строительства ключевых объектов инфраструктуры до аудита работы госпредприятий. Коллеги, я всех прошу оказывать максимальное содействие. Повсеместное отсутствие нормальных дорог, не самое хорошее качество питьевой воды в районах и проблемы с медицинской помощью в топе претензий жителей области. Это первые итоги поезда к Павлу Малкову, что называется, на землю. По всем обращениям без исключения должны быть ответы, заявил в Рио губернатора. Что же касается дорожного ремонта, то здесь Павел Малков обозначил основные приоритеты. Абсолютно все сразу сделать нельзя, как не хотелось бы. Поэтому прежде всего ремонт и реконструкция школьных маршрутов, ремонт участков дорог с высокой аварийностью, подъезды к социальным объектам, подъезды к различным предприятиям, ну и также те дороги, которые сами жители, в том числе и на встречах вместе с администрацией выбирают как приоритеты. Из предстоящих проектов в дорожной отрасли Павел Малков отдельно остановился на строительстве нового путепровода в районе железнодорожного переезда в Рыбном, а также на возведении нового наплавного моста через Аку в Спасском районе. Причем мост этот должен стать всесезонным. А затем Павел Малков поднял самую животрепещущую тему – качество атмосферного воздуха. Я разговаривал с руководителем Росгидромета, будем совместно с ним работать над повышением качества мониторинга воздуха, чтобы оперативнее реагировать на возникающие проблемы. И будем индивидуально работать со всеми предприятиями, организациями, которые могут быть причиной таких проблем с воздухом. Здесь, кстати, вот, коллеги, нет какой-то одной единственной проблемы, одного единственного источника, как мне изначально пытались сказать, что вот там вот корень всех проблем. Источников запахов разные, источники их много, и будем с каждым прорабатывать. А вот с хозяевами свалки в Турлатово, похоже, прорабатывать уже нечего. Наступает время репараций. До полного закрытия скандального полигона. В жару на улице всегда сложно. От палящего солнца спасают только кроны деревьев. И помогают поливочные машины. Дирекция благоустройства вышла на орошение улиц. С самого утра на площади Ленина работает поливомоечная машина. На асфальт выливается поток холодной воды, но из-за жары испаряется в считанные секунды. Спустя время новый полив. Нарадость жителям. Так как температура в городе свыше 20 пеградцев, проводим орошение. То есть полив. Прибить пыль, освежить воздух, немного охладить асфальт. Работы ведутся ежедневно в каждом из районов города. Всего на маршруте, соответственно, 4 машины. Каждая на базе КАМАЗа работает днем и ночью. Как минимум охлаждает асфальт. И, кстати, функция эта не так уж и фантастически звучит. Когда полотно сильно нагревается на солнце, покрытие, что называется, плывет. И на дороге появляются вмятины и колея. Продавливают тяжелые грузовики. Еще одна задача – содержать полотно в чистоте. В особо жаркие дни поливальные машины задействуют в так называемой аэрации воздуха. Это когда струи воды направлены вверх. Что-то наподобие душа. Охлаждая не только дорожное полотно, но и воздух. Вся воздушно-капельная взвесь начинает испаряться и улучшает микроклимат. Кстати, другой важный вопрос, который не раз возникал у рязанцев – это работа поливомоечных машин в дождь. Дескать, зачем выезжать, когда сама природа моет улицы? Но дело в том, что, оказывается, во время ливня грязи становится больше. Она стекает с колес авто, сюда же попадает грунт с газонов. Если все оставить как есть, то загрязнения станут пылью и, так сказать, впитаются в асфальт сильнее. И на их отмывку идет больше времени. Поэтому мысье в дождь работает, по примеру, стирки. Предварительное замачивание позволяет справиться даже с самыми сильными загрязнениями. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. В Рязани усилят контроль за несанкционированной торговлей. Эту тему обсудили на еженедельном рабочем совещании в городадминистрации. Примером такой зоны стал рынок Первомайский. Его Лена Сорокина назвала территорией, где нужно усилить контроль за торговлей. Там, мол, предусмотрены места для бесплатной торговли сельскохозяйственной продукцией с личных подсобных хозяйств. Она отметила, что, несмотря на это, территория продаж вышла за границы рынка и заняла большую часть тротуара. Со сложившейся ситуацией поручено разобраться контрольно-аналитическому управлению. Информирование граждан о грядущей пенсии и ее индексация. По этим позициям в пенсионном фонде уже есть четкий алгоритм действий. Кто, кому и когда в нашем следующем сюжете. Социальные пособия перечислили досрочно. Выплаты поступили первого числа. Доставят пенсии, как водится, через почтовое отделение по стандартному графику с 3 по 25 июля. Однако некоторые пособия поступили в повышенном размере. Не без причины. Это связано с проведением в прошлом месяце индексации прожиточного минимума, исходя из которого определяется размер некоторых выплат. Прежде всего, индексация коснулась ежемесячных пособий малобеспеченным сенем с детьми от 8 до 17 лет. В зависимости от установленной суммы пособия 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе, рязанские семьи будут получать от 6234 рублей до 12469 рублей в месяц. Увеличенные выплаты также получили беременные женщины, которым назначено ежемесячное пособие. В нашем регионе размер пособия вырос до 6752 рублей в месяц. Проиндексированные выплаты получили почти 11 тысяч рязанских семей с детьми, плюс 3000 одиноких родителей. Деньги перечислили и женщинам на раннем сроке беременности, таких почти 600. Но большее число рязанцев, а именно 13,5 тысяч жителей, получили уведомления о будущей пенсии. И это одна из инновационных функций ПФР. Уведомления направляются мужчинам с 45 лет, а женщинам с 40 лет в личный кабинет на портале госуслуг. И содержат информацию об условиях получения права на страховую пенсию по старости, пенсионных коэффициентах, стажей и предварительном размере пенсии. В дальнейшем информация будет проходить раз в три года. Задача у акции простая, чтобы жители оценили свои пенсионные права заранее. И в случае чего приняли активные шаги по их увеличению. Например, можно уточнить периоды стажа и размер пенсионных коэффициентов. Плюс понять размер пенсионных накоплений. Все это можно узнать как на портале пенсионного фонда, так и во всех клиентских службах при личном обращении. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Обнальщица в мелких масштабах обнаружилась в Клепяковском районе. Трижды женщина сумела провернуть, как ей казалось, весьма эффективную мошенническую схему. Но в дело вмешалась прокуратура. Мировым судом судебного участка номер 40 судебного района Клепяковского районного суда рассмотрено уголовное дело по обвинению жительницы Рязанского района в совершении трех эпизодов мошенничества на территории Клепяковского района, совершенных с использованием платежных систем. Так, подсудимая, используя приложение для перевода денежных средств, вела в заблуждение трех индивидуальных предпринимателей, которым, демонстрируя факт перевода денежных средств за приобретенный товар, забирала различные товары, при этом переводя заведомо большие суммы, чем платеж за приобретаемый товар, получала сдачу наличными денежными средствами от продавцов. В ходе судебного следствия подсудимая вину в совершенных преступлениях признала. По результатам рассмотрения уголовного дела вина, подсудимая в совершенных преступлениях, полностью доказана имеющимися в уголовном деле доказательствами, представленными суду. За неделю от укусов клещей пострадали 90 жителей Рязанской области, в том числе 40 детей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, нападения клещей произошли в 16 районах области и в Рязани. Больше всего случаев зарегистрировано в Рязанском, Скопинском, Рыбновском, Спасском, Кораблинском районах и Рязани. Чаще всего клещи нападали на людей на природе, вблизи деревень и сел, на заросших берегах водоемов, в лесопосадках. В этом сезоне специалисты исследовали более 400 этих кусак насекомых, и 9,5% из них оказались заражены преимущественно клещевым боролиозом. В июне этого года среди населения зарегистрировано 8 случаев этого заболевания. Трехлетнему Егору Юстигнееву с ДЦП из Рязани требуется серьезная операция. Сумма на нее надо набрать серьезную – 650 тысяч рублей. У мамы таких денег нет. Герман Гущин объявляет сбор. Маленький Егорка в свои три года очень любит играть в машинки, которые ему подарила мама и бабушка. С рождения этому малышу врачи поставили диагноз ДЦП. Сейчас Егор не ходит и не говорит, но все поправимо. Малышу нужна серьезная операция в Научно-исследовательском институте педиатрии имени Академика Вильтищева. Ее стоимость – 650 тысяч рублей. У Егора начали дергаться ручки. Мы пришли к врачу, и она нас срочно отправляет в 11-ю больницу. Мы попадаем туда в 11-ю больницу, и здесь у нас, в принципе, вся история началась. Это как раз по поводу эпилепсии, и потом в дальнейшем нам вывели диагноз ДЦП. Нам его поставили примерно где-то в 1,4. Ну, дальше мы уже начали вот это вот, как бы, какие-то занятия были. Но это были малейшие занятия, потому что из-за эпилепсии мы не можем делать много упражнений, потому что это как бы первое противопоказание. Помимо операции ребенку еще нужна будет реабилитация и ортезы. 650 тысяч – сумма серьезная. Самим не потянуть. Мама воспитывает ребенка одна, и иногда помогает бабушка. Поскольку мама всегда рядом с Егором, возможности работать у нее нет. Сейчас для мальчика открыт специальный сбор. На номер 3434 нужно отправить слово «Егор» и сумму перевода. Мы поехали в Москву, это было пару месяцев назад. Нам одобрили операцию СДР, и мы сейчас планируем ее сделать. Операция будет 5.09 этого года. Эта операция влияет на спастику, то есть расслабляются ножки после этой операции, то есть тонуса уже не будет, и ребенок после этого должен встать и ходить. На данный момент нужно на операцию, на реабилитацию, на ортезы 650 тысяч. По словам мамы, Егор очень любит гулять на улице, а еще кататься на качелях и скатываться с горки. Только самостоятельно он это сделать не может. Его всегда поддерживает мама. Теперь помочь мальчику жить полноценно может каждый из вас. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин